всем привет с вами алла в этом видео поговорим о лапках и проведем такой себе тест как по мне очень интересный и так это моя пружинная лапка работает она вот так и у нее просто откусом вперед вообще изначально магазине она выглядит вот так это две одинаковые лапки просто одну я откусила и пилочкой зашлифовала но на днях ко мне попала в руки одна лапка для стежки вот так она выглядит конечно же когда я ее увидела я ее сразу признала что это для стежки но на такой никогда не пробовала и вообще никогда не видела и была очень сильно удивлена что это за параметры тут стоят 3-6 я не знаю вот так она работает и шла она в комплекте к ручной швейной машинке чайка итак сегодня предлагаю провести тест и так для своего эксперимента я беру один толстый сэндвич один тонкий что уходит тонкий подкладочная ткань тонкая slim text 2 сотка и ткань верхняя основная и для толстого сэндвича у меня такая же ткань для бэка поролон мебельный 05 синтепон 250 грамм и такая же верхняя ткань то есть я надеюсь вам видно насколько большая разница в этих двух сэндвичах и сейчас мы будем на них тестировать нашим для начала о настройках и так показывать вам буду на маленьком ходу включить машинку обычная прямая строчка и убираю длину стежка на 0 в моей машинке джаном декор компьютер dc 3050 нет ручного регулятора давления лапки то есть она все автоматически делается и натяжение нитки у меня стоит автоматическая и я его трогать не буду два сэндвича который я приготовила и две лапки буду делать все на вот этих настройках далее для своего эксперимента я взяла две разные ниточки вверх поставила красную вниз поставила бирюзовую и начну я с толстого сэндвича нашего конечно же середины вытаскиваю ниточку наверх и поехали лапка практически не прыгает я так понимаю это из-за толщины так как свою лапку я знаю очень хорошо но при этом мне очень легко ведется сэндвич сейчас я немножко увеличу скорость и попробуем лапка практически не прыгает сэндвич двигается хорошо ну и в принципе можно этот момент завершать и сейчас я беру второй сэндвич тоненький наш подкладочка с линтекс и ткань также начиная со середины вот и конечно видно что лапка сейчас я медленно ты сделаю что лапка намного выше подскакивает и я скажу когда долго стягаешь это очень мешает глаза устают болят я вам прям приближу представьте я это делаю как бы на скорости до причем на большой и она и кстати вот прибавляю скорость начинает скрипит скрипит не машинка скрипит именно пружина у кого кто сталкивается рассказываю и нужно просто смазать капельку масла и пружина перестанет скрипеть вот сейчас я вот так ладно не буду вас мучить этим скрипом в общем что показываю вот вверх какая-то нивичка попалась то есть нижней нити не видно и вот у нас изнанка нижний нит немножко видите берется глазками но это потому что все на одних настройках и вот второй верхняя часть немножечко совсем капелечку вины нижняя нить но это все уходит при когда паром пройдет и вот здесь уже никаких глазков нет то есть здесь есть здесь нет ну что же тестируем вторую лапку продолжаем я поменяла лапку подошла она к моей машинке без какого-либо адаптера все отлично и я поменяла цвета ниток то есть красный поставила вниз бирюзовый вверх как вы видите лапка так как лапка не от этой все-таки машинки да то его не совсем посредине она немножко сдвинута вправо ну меня регулируется это я могу поставить посередине могу оставить как было и в принципе я вот для чистоты эксперимента оставлю как было то есть игла у меня как было так и есть в обычных настройках и так начинаю с толстого сэндвича вытаскиваю ниточку пускай лапку лапка задерлась и поехали уже с первой секунды я понимаю что лапка не прыгает вообще и сэндвич мне водить очень легко сейчас поставлю на минимальную скорость обзор конечно непривычный но это не мешает и вот прибавлю давайте еще попробую просто по прямой что ж думаю хватит вот что мы имеем с лица очень даже ничего изнанка тоже хороша далее берем тоненький наш сэндвич боже мой по сравнению с моей лапка которая прыгала это конечно ведет себя как отличница если стягать большие проекты это лапка сбережет вам как минимум зрение и нервы ой мне очень нравится она очень плавная под ней очень хорошо идет сэндвич тоже хочу по прямой и вот что у нас получилось ну результатом я довольна и посмотрите какие были глазки здесь на первом варианте какие здесь да они есть но вот эти они все 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 уйдут при обработке паром то есть я бы сказала это очень хороший результат то есть просто лапка дала вот такие результаты я прям не ожидала и приятно удивлена ну что что хотелось бы сказать вот эти две лапки я вам показала два абсолютно разных по толщине сэндвича разными нитками и лично мое мнение это лапка очень очень хороша и в то время хорошо делали не только машинки но и лапки несмотря на то что прогресс уже давным-давно шагнул вперед это остается актуальным и очень даже надежным ну что ж если видео вам понравилось ставьте лайки заходите подписывайтесь смотрите мои предыдущие видео и пишите комментарии чтобы вы хотели еще увидеть всем пока пока